здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 6 апреля 2015 года канала подготовка программ плохие новости и вячеслав мальца мной студии дар бабу джанин у нас прямой эфир я есть что сказать сегодня у нас 40 дней памяти бориса немцова ну и у православных старостная неделя началась а католики пасху отметили вчера мы отметили прошло было там в 1242 году на чудском озере сражение тоже чудо с рыцарями псами русские люди сражаются такая удивительная ситуация русским так и приходится с псами всегда сражаться только сейчас эти псы не рыцари нифига вот те которые нас сейчас грызут а в кремле но они далеки от рыцари но псы от те еще и кто-то волками называют они не волки они не псы всего лишь заработали денег и шли домой с честно заработанными деньгами у них отняли их ну ладно так это уже вопросы истории до поражен вашей трудоспособностью мурманск с вами по поводу трудоспособности она себя лентяем и считаю надо аксальной ситуации мне всегда когда я был депутатом говорили как вячеслав вы много работаете а я думал как же я какой же я бездельник представляешь каждый день у меня начинался с этого что я себя корил что я бездельник это вопрос оценки честное слово я не кокетничаю на самом деле это вопрос оценки как всегда мой скромный вклад пенсионер на народное дело вячеслав одной из прошлых передач выпомянули фильм где была цитата красная шляпа это всегда подозрительно скажите пожалуйста название фильма пролез весь интернет но не нашел его посмотреть хочется заранее спасибо станислав васильев или нет вечерней порой фильм называется польский фильм советского периода так он как-то странно прошел по по экранам нигде не был впереди он так вот его они в качестве добавки пускали да фильм общем а он да он просто нам тогда был непонятен снят в жанре пародии народе но пародия плохой мы тогда не видели вообще их не было кино пародии по сути делай поэтому это было ну как бы сказать первые кинопародии я увидел когда уже на виде когда вот аэроплан увидел тоже не понял думал это кино или чё или они издеваются на самом деле я потом понял что они издевают там актеры хорошие да тут и срежиссирован он очень хорошо операторская работа самый главный для того времени она необычная было до ночи страшненький получился тогда она необычный этого операторская работа посмотрели очень удивились я пол нифига это как же они так сняли то вообще на часто это в общем нормально то есть тот человек который будет смотреть час он не удивится так вот владимир курск удачи написал прислал нам но есть тут кое-что не для эфира я потом тогда звук за нашел добрый день мячеслав эдуард я так думаю что все поверили словам звучащим из нато что они не будут применять военную силу для защиты украины но кроме путина вам не кажется что он так как раз и верит спасибо удачи живой это подпись мы говорили что он живет в мире своих иллюзий то есть уникально совершенно да то есть через своих сатрапов заставил вещать по телевизору всякую фигню потом смотрит в эту фигу эту фигню и верит причем он же получает еще информацию через своих источник свои источники кремле они отсекают все что абсолютно не нужно как им кажется ну что может повредить их суда им собственно собственным интересом поэтому какой владеет информации я ну я могу догадаться но она не то что не объективно даже не субъективно это просто набора обрывки отрывков поэтому конечно он может во что угодно поверить но то что он целенаправленно занимается различными провокациями именно он ими занимается это совершенно очевидно но наверное происходит потому что он себя считает как бы таким шпионом экстра-класса таким джеймсом бондом который возглавил государство и считает себя на мастером провокации то есть он думает что вот надо именно так но об этом говорит его выступление в этом фильме где вот мы там какой рассказывать прям самоупоением рассказывает как они вытаскивали этого янукович я убежден что было не так я убежден что путин думает что он говорит правду а было совсем все по-другому гораздо более прозаичным никто его не вытаскивал но и особо никто за ним и не гонал да 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 вот я об этом и хотя не до этого был давно путину рассказали как помнишь там пора поросенка фунтика я уже взрослый был поэтому мультфильм смотрел не внимательно только своими детьми вот помнишь когда это пули мадам свистели у нас над головой сапоги у вас над головой не свистели вот это совершенно там такая же точно ситуация ему рассказывать то что он хочет слышать про какие-то супер-пупер шпионские операции где он там вот такой молодец придумал план его реализовал любой кто понимает что-то в военном деле или в деле спецслужб знает что ни один план не реализуется вот от начала до конца то в процессе операции любой операции нужно вводить коррективы поэтому всегда только направление определяется а он рассказывает о том как вот они там четко все там молодцы таки ну путин строить шпионское государство ну да вот просто 85 процент или 86 просто хотят быть шпионами остальные честные нормальные люди быть шпионами не хранишь просто эти насмотрели штирлиц вы думает это и есть шпионы на кино они остались в детстве понимаешь инфантилизм то есть вот тяга к таинственному каким-то там вот таким вещам который они связывают со шпионажем на самом деле шпионаж это вообще другое шпион они инфантильные в основном люди да как и уголовники но я имею ввиду инфантильный смысле развития они где-то не конечно конечно но если вот в самую лучшая работа по этому поводу наверное профессии иностранец это конан молодой ну кому-то он надиктовывал а там человек записал просто гениальный конечно произведение и из него из его рассказов конечно выдернуто и вот любимого знаменитое произведение и и от следовал за ним тоже очень кстати неплохое вот и там конечно показательно что особо сильно никто не вот каждую секунду не думает о том как я тут вот сейчас на шпионю как я должен когда человек подает паспорт да и вдруг вспоминает ну что он забыл вообще и установочные данные он не помнит ни фамилии не имя ничего да он даже его не открыла не посмотрел он дает тот открывает в аэропорту англичанин смотрит на ком на молодая на гордона лонсдейла и и ждет когда он скажет фамилию и имя а тут не знает и уже не может как слышать паспорт я сейчас и он включает мозги и а а там ищут шпионов а поэтому все подозрительно прищуривается говорит фамилию напишите ту которая в паспорте и тут ха 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 смеется того что прикалывается в шпионов дяденька играет понимаешь она он реальный шпион и вот таких моментов очень много как люди идут пьяные по улице шпионы реальные шпионы то есть пионы с ним его агент пьяные идут по улице и орут во все горло русские песни подмосковные вечера на русском языке тут их пасу там за ними слежка они ходят песни распевают по пьяни поэтому все это по-другому совсем работает не так как вы считаете если бы у нас не было ядерного оружия то россии бы уже давно проглотили растащили бы все наши богатства соединенные штаты как считает многие мои сотрудники люди с высшим техническим образованием ну или нет людмила владимировна спрашивает если вопрос такой да я понимаю как как сказать как отвечать если бы вот не было ядерного оружия я думаю схема то есть вот предположим советский союз распался и решили что не нужно никакого ядерного оружия отказались бы от него да вот следующий этап был бы какой-то вступление россии в нато если в россии вступил тогда в нато ну наверное ничего ничего не случилось нет погодите а давайте вот она как как государство суверенное продолжал бы существовать в своих собственных границах ну зачем было бы да а может быть не так было бы а как нет людмила владимировна ей нужны аргументы да а мы и говорим нет было бы я приведу я почему и говорю до аргумент какой главный аргумент что американцы вот вот нужно развалившаяся россия ничего больные для того чтобы китай забрал сибири дальний восток и стал супер сверхдержавы зачем им это нужно то есть они всячески бы стремились к тому чтобы этого не произошло им это не нужно совершенно потому что китай гораздо страшнее для суша чем россии у меня есть более простой аргумент для этих для ватников да сколько стран в мире порядка 300 до 182 686 в этом волн ну там есть который него да 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 ладно 200 стран да и сколько обладают ядерным оружием официально 6 или 5 5 до официально там еще северной кореи будем считать взрывает возможно иран сколько из этих двухсот стран сша захватила не имеющих ядерного оружия не имеющих ядерное оружие не одно ни одной вот единственное из не имеющих ядерное оружие только ирак и афганистан да ну с афганистаном отдельно но ирак это как раз вопрос к ядерному оружию они захотели его иметь грубо говоря да и и вот из-за этого получился конфликт до условно говоря так что людмила владимировна вы им отвечаете вот те страны которые живут без ядерного оружия прекрасно себя чувствую да никто их не захватывает почему почему именно россия не хотели можно можно жить и с ядерным оружием прекрасно но не размахивать им над головой не пугать никого зачем ему этим людям владимир задает вопрос да если бы у нас у нас был схватили сша есть не был ядер 200 стран из них ну грубо говоря 195 без оружия сам где кто их захватил никто нет ну и вот представьте себе когда вот там как сережный рассказал один ватник а могут вот американцы мечтают сибирь и захватить сибирь я говорю нафига вот у них есть аляска у них территория 10 миллионов квадратных километров у сша народу не так много кого они туда вот на аляску некого селить причем там есть железные дороги там есть аэродромы там есть порты там есть обычные дороги обычный полно там есть кит лесорубы который чет вы 8 но есть где вывозить и им нужно кого-то поселить в себе а кого не поселить где они людей возьмут наши не едут дали не отдали моих нет если они на аляску не едут а аляска более благоустроена гораздо ближе находится можно по суше добраться вот илья спрашивает такое письмо вячеслав и разумный человек подскажите что делать миллионный долг бизнес разрушен вариантов нет хочется в петлю мне вот это точно делать не нужно потому что как бы вот всегда представьте себе ситуацию когда особенно суицидники очень часто вот я там хочу покончиться вот у меня там куча врагов того себя как православный человек не могу конечно призывать уничтожать своих врагов ну человек которому недорога собственная жизнь он может пасу вещей полезных сделать начнем с этого нужно нужно как бы подумать но самое главное тут чисто математический подход должен быть не эмоциональный когда у тебя проблемы вот самый лучший вариант я беру пример в данном случае с одного известного человека сесть и посмотреть какого рода проблемы вот в количестве твоих проблем возьми стар 100 процент определи сколько процентов чего так без эмоций и потом ты увидишь что некоторые проблемы которые считают что они вообще зашкаливают приближаются к 100 процентам а не вот среди твоих проблем там два три процента не более а самые значительные проблемы те которые ты эмоционально не воспринимаешь и очень часто важно решить вот те которые ты эмоционально не воспринимаешь для того чтобы не было и тех проблем то есть нужных нужны шаги и я не могу в чужую шкуру влезть не могу за кого-то думать но я я бы именно так поступил то есть как говорят мне чего бога гневить если там дети здоровы в семье все нормально есть какие-то материальные проблемы не такая же той важная вещь я понимаю когда детей кормить нечем но когда вы зарабатываете деньги вы можете их употреблять на то чтобы детей кормить они долги раздавать надо с этого начинать как бы то есть это можно можно же делать каждый день есть долг и есть тем более если долг перед банком то там уже у них нормальный долгов не вы первый не вы последний да там условно говоря они вот они просто на ладан уже дышит если кто к ней вот этим свеже напечатанными деньгами не грубо говоря не завалят то они рухнут просто потому что возвратов то нету так что это в общем у всех такая проблема нужно стремиться прожить этот день и завтрашний день вот тогда все нормально будет тихонов олег из калуги пишет мне 749 поздравьте меня это не оценки не от самолюбования просто плохо вокруг и ванны не помнящие родства очень тяжело я я понимаю как человеку одному ну вот как бы воспринимать эту действительность тяжело если все остальные крым наш вокруг 49 лет это этап я помню когда мне исполнил 49 лет я подумал что вообще-то я был рад да нет мне не поэтому ты же помнишь как будем трем людям да был предсказан а не читай вот 2 смерть двоих наступил день в день когда был предсказан один из них олег как ты знаешь все четко мне был предсказан что я не переживу 48 и конечно я был ну я вот верующий человек но я серьезно к этому относился когда мне исполнил 49 у меня так гора сплесчат упал я думаю ну хорошо слава богу так что нормально 49 еще не 79 до 70 тоже ну средняя продолжительность жизни по данным многих людей так скажем кто занимается этими оценками профессионально у мужчин в россии именно 49 лет если вот без болтовни без путинской так что если вы пересекли этот рубеж то вы уже долгожитель и хотя бы за этого должны радовать да и все олег есть такая хорошая формула да действительно тут пишут очень много новостей может на завтра тогда перенесем а у меня уже все я на последний вопрос от смысл какой нет так у нас накопилось да ну но последний вопрос во первых я хотел олегу сказать есть такая такое выражение да сегодня первый день твоей оставшейся жизни да да конечно и вот николай спрашивает на это уже по теме беларусь прекратила поставки нефти продуктов в россии беларусь 14 года наращивает сотрудничество и поставки с оборонкой украины ваше мнение еще раз я читал беларусь прекратила поставки нефтепродуктов в россии беларусь 14 года наращивает сотрудничество и поставки с оборонкой украины ваше мнение не говорим о сложной ситуации в беларуси это мы знаем и как бы я думаю что лукашенко стремится к тому чтобы днеменизировать вообще какие-то процессы экономические с россией то есть заменить их на торговлю с кем угодно потому что ему необходимо расширить у нее сейчас вот есть очень-очень так скажем серьезные экономические отношения с россией туда и сюда и экспорт и импорт хотелось бы сотрудничать с кем-то другим он говорит эту в своем интервью он и говорит про китае про других что в общем то мы готовы мы открыты а украина сейчас в общем сам бог велел с ней работать беларуси во время традиционного пасхального выступления перед верующими папа римский франциск прежде всего призвал к миру в сирии и ираке правильно общем то совершенно было ожидаемо речь его была ожидаема и на пасху провел так сказать проповедь соответствующие которая говорит о мире он и должен был говорить о мире но он еще так скажем такой сброс сделал небольшой говоря о христианском мире и тут вот следом выступил архиеписк кантерберийский который вот интересная тоже ситуация сейчас я скажу об этом который сказал о защите христиан сейчас тема защиты христиан она так сказать иерархов церквей христианских она основная потому что все видят что происходит в мире вот самое странное что произошло на пасху и тут я почитал bbc и я процитирую свои пасхальный проб выйдет глава англиканской церкви архиеписк кентерберийский и так далее но не является главой церкви и bbc должны это знать еще лучше чем я но почему-то они об этом говорят и вот удивительно я когда мы кем он является а кем он является является архиеписк к главой англиканской церкви является монарх понимаешь ну так случилось значит в англии поэтому на архиеписком же вроде приводит монарха имеется ввиду не понять есть королевская прерогатива которая была еще при генрихе восьмом получена то есть это то что монах является главой англиканской церкви официально это записано понимаешь и поэтому когда вот у бибисе это пишет это очень странно это еще там в 1534 году акт а супремати или супа река да был такой и который потом уже парламентом повторялся очень много раз то есть никто не возражает против этого что монарх должен представлять быть прихожанином англиканской церкви он является главой этой церкви там все его родственники должны быть представителями этой же церкви и сейчас идет обсуждение того что может быть церковь отделить от государства и тогда монарх не будет руководить церкви но это только разговоры в нашму это в связи с тем что вдруг кто-то из монархов может жениться или выйти замуж за представителя иной конфессии то есть ну вроде как теперь допускается и поэтому очень странно что бибисе написал я очень удивился если честно руководитель отдела по эксплуатации понятников калининградской епархии михаил черенков вышел из состава совета по культуре при губернаторе николая цукану и после того как тот фактически выгнал его заседание за что выгнал но там что-то по поводу ручей никого лига против рок-фестиваля какого-то выступал говорят очень отвязанно его выперли и вот дело в том что сейчас мы видим что церковь пытается контролировать общество должно ведь быть наоборот в общество должно контролировать церковь абсолютно бесконтрольная бундеевская церковь который пытается контролировать общество парадоксально совершенно ситуация лучше парадоксально но вот и уж перед революции один из источников был то же самое нас ну как сказать они оборзели вот представишь я я не знаю губернатор калининградской области я не знаю его лично может быть конечно он там совершенно как они все да я даже на том что ли на ради до камеру даже его видно достало что он выпер этого папа понимаешь то есть происходит конечно безумие полное тут еще опубликовано обращение православных христиан санкт-петербурга украинцам да замечательное обращение вот очень хорошо что появился она 4 апреля мы православные христиане петербурга прихожане разных храмов обращаюсь к вам слова мира и братолюбия вот они говорят что они против войны и так далее так далее и хорошо что это сделали в санкт-петербурге как ты помнишь там несколько попов выступили за войну с украиной то есть совершенно безумие когда представители русской православной церкви выступает за войну причем с украины с братским и православным народом вот и в общем то они извинились попросили прощения за то что происходит и я присоединяюсь к ним извиняюсь и прошу прощения за то что происходит за то что мы не можем поставить раком подонков которые здесь продвигают вот эту братоубийственную войну с православным народом поэтому я так вот на страстной неделе еще сейчас от души приношу извинения за всех русских православных людей которые думают также как вот прихожане в питере и как я и как мы поэтому от души простите нас в новосибирске прошел митинг в поддержку будете смеяться создатели и оперы тангейзер да это вообще вопрос прикол то есть у нас революция стангейзера стангейзера начнется революция причем самое смешное что решили тангейзер заменить и значит ночью его заменили на постановку кончаловского борис году но они а а как же борис годунов ты не запретят а когда помнишь он там борис говорит николки полу молись за меня этот самый там несчастный николка тот нет нет нельзя молиться за царя ирода богородица не велит здесь совершенно четкая параллель до царь ирод у власти находится и в церкви за него молятся и в общем-то до должна быть борис годунов опера запрещена станут борис году а вот у меня вопрос а чем на сибирске кончились вообще что ли режиссеры то есть 1 убрали он один там был потому что есть то из питера привезли тот кончаловского не знаю наверно ну кончаловский шел пусть ставит борис годунов это не накажет я бы с удовольствием даже пошел посмотреть в чем у нас великий режиссер пушкин почему в сибирске меня вот это вот всегда прикал туда попросили закрыть брешь не но я понимаю да то есть им в москве мало они еще полезли в новосибирск виде ну чё у вас деньги там кончились что вы тут хороший намек сказали что там в одно место лебединое озеро даешь тангейзер закопаем будем ставить тангейзера а не лебединое озеро да очень смешно да ну и вот у нас мы в пятнице говорили о неком публикации блумберга леонида бершинского да и когда на него и ночи напали на напали мы удивились мы что будет надо что-то здесь нету и вот мы узнали что здесь нету то есть там было что это перед экономическая команда путина творит чудеса было переведено а на самом деле звучало экономическая команда путина изображает гудини ну буди не фокусник поэтому не творит чудеса показывает фокус надо было бы да вот вот этот бершинский очень сильно у нас лобился у написал следующую статью о том что что его всю статью просто переврали но грубо говоря переводчик да он пишет мой оптимизм относительно будущего россии никак не связан с восхищением путина на его экономической командой и так далее вот оказалось что вот эта новая газета до имеет полномочия единственные то не эксклюзивный по переводу статей блумберга и статей вот это у бершинского удивительной ситуации то есть эксклюзив по поводу перевода может быть блумберг им откажет тогда в таком эксклюзив нет я понимаю суть там но это как бы вопрос от трудности перевода дело финансовые трудности перевода но когда они им давали это право это было наверное еще там в 90-х до условно говоря я думаю они давали с удовольствием его и переводчики были нормальные а сейчас посадили всех троечников вот они как бы перевода не они переводят представляешь вот ситуация такая вот путинцы они платят сейчас всем журналистам всем средствам массовой информации кто хочет призвать жопу путина это представь ситуация какая там же сидит дяденька у которого есть бабки но нафига ему платить блумбергу и бершинского он может заплатить новой газете и она от их имени скажет все что угодно причем даже не заплатить он позвонит а скажет ну видишь вот там какая статья но часть эти же деньги расхищаются понятно что то сидит на этих бабках он ворует 90 процентов ну как как и везде и там вот этот там ну кто же проконтролирует сколько взял там известный журналист в америке никто же не узнать какую взятку ему дали устали дали миллион долларов на самом деле дали сотку понимаешь 900 тысяч положили на карман они что же понимают что все это скоро закончится делегации россии высокого сопоставленных сотрудников центробанка и участников рынка страхования провела в пекине переговоры о расширении сотрудничества с китайской корпорации по перестрахованию чайная рия это коммерсант и жила ну то есть это из вот вариантов гудини это очередной фокус попытка перестраховываться но любой кто занимается экономикой для этого даже не надо быть димурой а ну вот как бы в рамках марксистской ленинского учения быть ну иметь знание как у меня не более того достаточно средний можно понимать что если происходит перестрахование но происходит на случай обвала то есть такого который ну вот какой-то огромный там queen 2 до корабль он должен быть застрахован ни одна фирма не может взять на себя страхование почему потому что он утонет и тогда нужно отдать все деньги значит происходит перестрахование то есть целая толпа подписывается там по чуть-чуть и они надеются что это никогда не утонет почему потому что ну нафиг бы им нужно но деньги они получают нормально так и здесь китайцы получают нормальные деньги в случае обвала никоим образом центробанку это не поможет то что они перестраховались потому что это будет всеобщая а вот с точки зрения бабла который отправил китайцам это очень хорошо то есть это перестраховочная компания выигрывает очень неплохо я думаю она откатик сделала какой положено вот этим друзьям а они объясняют представлять вот в случае если будет атас вот это вот компании она покроет наши издержки не покроет потому что это будут глобальные издержки она покроет копеечку вот именно потому почему застраховали басманный суд москвы повторно арестовал шадида губашева 5 фигуранта по делу немцова вообще всех троих арестовали повторно как они собственные говорили не выпускали их и не выпускать нарушение закона следом за нарушением закона на нарушение за да это просто вообще там уже я уже забыл где они первый закона вообще уже не имеет никого значения потому что мы знаем как такие дела расследуются то есть берется никто не допускаются адвокаты применяется физическое насилие применяется химические препараты мы это все прекрасно знаем что также в чай и подмешиваются химические препараты предлагаются попить водки в которой все чего хочешь там есть это это общеизвестно поэтому ты в чечне и не пускают показания со своей водкой нельзя у нас за свои вот в балашове суд арестовал военного фельдшера убившего четырех человек ну да страшно такая история вот уже одна два дня будоражит то есть на нашей саратовской земле очередная гадость такая очередное зверство то есть изверги сейчас конечно вот по полной программе веселятся почему потому что видите средства массовой информации нагнетает истерию какую-то жуткую совершенно то есть те вещи которые раньше казались злодейством и грехом становится нормой понимаешь то есть пропаганда войны убийство идет и раньше там голливуд обвиняли что они в фильмах каких показывают а это не фильмы показывают каждый день в эфире конечно голову сносит у кого угодно у самых психологически неустойчивых происходит взрыв мозга вот человек я так понимаю набрал долгов каких-то взял убил людей то есть хотел девочку похитить чтобы требовать выкуп а тут соседи увидели это убил соседи убил девочку потом хотел спрятать ее труп с каким-то товарищем повез а тот товарищ понял что везет труп он и этого товарища убил ну то есть полная гнида конечно говорить и самое главное что это когда помнишь началась война на украине мы говорили что воинских частях начнется полный рок-н-ролл то есть мы говорили как когда там только началось несколько всяких было эксцессов в ростове помнишь и я тогда вспоминал про расстрел в долгорукого в танковом полку еще там восьмидесятые годы говорил что сейчас начнутся точно такие вещи потом случился расстрел генри мы сказали что это не последний и так далее да у военнослужащих сносит башню это однозначно и будет продолжаться по крайней мере пока вот не успокоится конфликт и пока будет все раздуваться и пока в армии служит в российской негодяи угадь ну а как его этого негодяя отличить да очень просто у меня была охранная структура в которой тысяч человек работал их просто тестировал я знал все мне были закрытые файлы у меня у меня потряс случай когда ну человек не очень интеллектуальный так далее у меня в закрытом файле что вероятнее всего употреблял наркотики и был причастен к убийству можете представить я обалдел а программу писал человек который работал в колонии где по жизни не по жизни 20 лет тогда заменяли смертную казнь по помилованы им заменяли 20-летним сроком вот они там отбывали вместе с особо опасными рецидивистами он там писал программу как человек и я эту черта выдергиваю говорю там начинаю зондировать и вдруг выясняю что он оказывается в составе войск был в баку и там он совершил убийство и он это не скрывает то есть вот насколько эффективная была программа что сейчас это было 20 лет назад что у них сейчас нет таких программ что конечно есть просто нафиг никому не надо ничего я что могу по поводу этого изверга сказать вот представляешь вот он задолжал денег а ведь мог бы в лнр в днр уехать отрабатывать долг и там бы делал то же самое фактически только был бы героем там каким-нибудь мотороллой полковником там днр лнр там я не знаю чего и вот тут пишут не опять войну бил людей все еще до расстрел вы еще до расстрела в гюмри предсказали что таких случаев теперь будет много и не ошиблись но это не предсказание на самом деле тут как бы очень легко было нарисовать когда такая атмосфера ненависти и лжи самое главное потому что мозг человеческий вот даже у ватников у них все равно есть понимание что это ложь поэтому когда ты начинаешь аргументировать с ними разговаривать они начинают орать у них нет аргументов они не могут защитить свою точку зрения они орут у них мозг начинает кипеть балако из по неосторожности застрелил 10-летнего сына да тоже какая тут детская тему пошла то есть там девочку 14-летний убили здесь ребенка застрелил причем охота на гусе застрелил случайно пулей как может в ружье пули быть когда на гусе охотиться не знаю где-то наверное ничего перепутали ну да ой тут еще опять дети дети да да вот я говорю вот в саратове да я сам тогда я знаю насколько ты тяжело это воспринимаешь я сам прочитаю выяснилось оказывается что 12 марта еще убил мальчика тут своего пасынка отчим в саратовской области в марковском районе и спрятал тело и вот сейчас тело это нашли вот вчера наркоман родной мать до смерти забил этот на страстной неделе такие вещи конечно а в центре москвы 45-летний уроженка башкирии погибла упав с дерева то есть представить ситуация какая они напилить женщина залезла на дерево а как обезьяна оттуда свалилась упала получил травму несовместимую жизнью пока его ее эвакуировал скорой помощи один решил искупаться в ледяной воде и утонул так вот такая особенность национальных развлечений подпольный морг обнаружили в городе ижевске это что так но учла в час новый бизнес вот так где он приводил в порядок трупы то есть за деньги естественно родственников то есть сразу вспомнил это ну мария пьюза это крестность да да иногда думаешь уже вот как бы загадочные смешнее или глупее новости не может быть да и вот когда такие вот как это с башкирии который упал из дерева и этот утонувший морг в доме подпольный ну получается что ему люди же доверяли давно он делал хорошо почему не не было своего похоронного бизнеса но если он такой хороший но наверняка из-за того что это вот целая история это всегда монополии это всегда я что-то совместно там так пошел людей закапывают взял лицензию да и делай но нормально же бизнес как бизнес до условно как бенчук да нимфа разве кисть дает тут опять про ребенка младенца эвакуировали санкт-петербург из саратов почему санкт-петербург вот прилетал в самолет на выходных причем этот самолет мчс овский вез уже несколько детей из ростова и всех увезли в санкт-петербург ну дай бог чтоб там все нормально было ну вот вопрос такой у меня к путинцам вот если из ростова где в ростовской области 4 миллиона двести с лишним тысяч человек из саратова где в саратовской области 2 миллиона пятьсот тысяч можете представить причем саратов с энгельсом это более миллиона жителей но энгель через мост три километра вот из центра саратов до центра энгельс три километра ну то есть это фактически один город и ростов более миллионы жителей и в миллионных городах невозможно лечить детей маленьких рожденных вновь то есть это вот такая программа у них по защите детей грузит самолет везут куда-то там непонятно почему санкт-петербурге почему в грозном этого нет почему в каких-то других городах мы сейчас смотрим детей везут питер в москву куда-то вот есть два центра где детишек можно спасти да а по всей остальной россии ничего детский мир открылся и сразу со скандала там продают нацистские солдатики нацистские солдаты я вот все пытаюсь вспомнить а были у нас конечно были да были я помню американских я помню наших да и были немецкие солдатики у нас все нормально был никого не павел а причем представляешь это же игрушки туда тут тогда надо нужно это они докопались по формальным признакам там есть у эти самые ну кресты там их ну да да символика третьего рейха и все это запрещено законом детские рисунки они видели они наверное видели что на танчиках кресты нарисованы свастики там на символе они неправильные дети рисуют до завастики нет но я вот помню в детстве очень сложно было звезду нарисовать ну когда самый совсем маленький был мама рисовала на танке самолеты и танки я умел рисовать а звезду не умел а вот кресты хорошо получалось там свастики поэтому у меня каждый советский самолет или танк уничтожал сам сразу большую группу с крестами и со свастиками да ну это бы запретили похоже то есть нельзя это безумие вообще сегодня от разговоры там с этими были там с людьми которые вот занимаются таким бизнесом он говорит это же вообще не детские были просто детском мире это коллекционные игрушки ну коллекционные они дорогие это там а люди армии собирают раду дамы чингисхан есть и наполеон и вот ну как бы мы все это прекрасно понимаем что это то что непосредственно показала какой он был то есть знаки различия все это значит это означает означает что путин и его команда ссад вообще всего просто с не а там уже в разнос они пошли фашистское государство в полном объеме так сказать сверху и донизу при этом запрещать нацистскую символику на джаб хохочешься как они кино собираются снимать не знаю запрещать нам 17 или размин размыто будет как-то как реклама до размытые такие будут кресты дел живите возбудили молодцы какие больше нечем заняться так сейчас одну секундочку солдатики все сотрудникам фсо запретят владеть имуществом за рубежом да как же это да а тут как же они бежат в 2011 запретили а теперь вот запретят этим а что они сделают ну вот вот как с фетисом да ну поймает это уже говорит у вас там ой я кому-то не поймать а кто его ловить во первых фсбшники что нет кто знает список этих фасе уж ник вот именно да мы никогда в жизни не узнаем кто там в личный личный состав поэтому я думаю так вот меня спросили а как вы будете делать она пофигу у кого какие счета и где нам главное докажи то что происхождение средств что ты имеешь на них право ну ты фасе уж ник а у тебя там есть заработная плата и вдруг оказалось что там чуть у тебя какие-то бабки огромное тут ты взял ну ладно наследство от бабушки которая фигня нет вопросов но мы проверим а если они непонятно откуда-то мы вообще их у тебя заберем все до копейки даже не будем справить хотя выгоним потому что ну а как ну ты жулик зачем нам какие-то эти самые что-то запрещать кому-то можно все ради бога ну ты докажи что ты это не украл что ты не верблюд окажется что все сотрудники фсо являются внуками бабушек мили миллионер же земля ну ты же сам понимаешь что это очень быстро все вскрывают во-первых выгоним сразу всех мы даже не оставлять не будем на пофиг но и больно тем более не милиция их там раз-два и обчесываешь не раз два к пять тысяч харь сейчас где там у путина нет я ну это там да я имею ввиду относительно милиции церкви не очень большой здесь сколько ты говорил там но тысячи человек здесь их фсбшников саратов с больше всего фсб это разную час на фсб еще меньше я так понимаю их ты знаешь я даже не знаю сколько сейчас я говорю путин до 5000 харь охранять тогда у путина их там как грязи и путина охрана больше чем у папы римского из этих 5000 наверняка уже по два-три охранника у каждого еще их же надо как в том анекдоте про водителя до помнишь президент россии провел масштабные чистки в руководстве мчс ну вот это так скажем началось то есть они пытаются забить дыры тем что старую паклю оттуда вытаскивают в этом своем корабле а новые засовывают но они же не понимают что те новые якобы которых они притаскивают они приходят через старых то есть от такая же дни только еще более прожорливая ничего ничего не не изменит вот хоть чего-нибудь делать ничего не изменит потому что они набирают тех же самых из своего же вот это у гнилого корыта в сани успешно приземлили затем вылетели два наших самолета и у 62 это говорит тимофей боков пресс-атташе посольства россии в йемене но они уже прилетели сюда еще вчера вот эти л-62 привезли людей 30 человек да да и вот что меня заинтересовало я голову ломан нафига и л-62 представляешь то есть я летал этим самолетом очень много раз кстати не раз правда мне рулил но летал и знаю что там и в кабине сидел даже все а вот и да насколько он тяжелый насколько трудно его поднять у нее четыре точки пассажиров уль каждому самолет три точки опора у нее 4 у нее еще сзади палка так как торчит да и вот мне рассказывал в свое время один из командиров и л-62 того авиаотряда который возил советских лидеров как его отправили доставлять рауле кастро из анголы то есть со всех сторон были по за рк там не просто за рк им сказали что они должны взлететь и в зоне аэродрома подняться и потом на большой высоте уйти на море сторону моря чтобы не подбили и вот он где-то был сложнейший маневр потому что самолет тяжелый взлетел он еще никуда не разогнался очень долго взлетает все у него и я не мог понять на фига такие коры так то есть у мчс во первых есть другие самолеты может и нет сейчас уже но есть у министерства обороны и тут вдруг ларчик очень просто открылся оказалось что там из йемена заявили о том что этими самолетами они достаточно крупнотоннажный был привезено оружие то есть куда привезли оружие оттуда уже улетели с людьми и вот официальные власти йемена обвиняют в поставках оружия хуситом а я целые сутки голову ломал на фига ел 62 они отправили ну и тут конечно сразу же все заорали здесь в российском миде везде что не было никакого оружия и так далее вот лавчик очень просто открывается всегда то есть когда вдруг возникает какой-то вопрос начинаешь думать я бы зачем не хочет я буду знаю может кто-то заработал действительно просто тупо продали для работали слушая может быть эти чистки не связаны с этим такие резкие может быть там что-то пошло ножи с не так пошло я не знаю может как раз вот это чтобы не не поднимать а там этим через вполне вполне что это может и связанные с наркотиками где там они так сказать свой след постоянно оставляют может быть с этими делами тут мы нет узнаем только если возьмем власть когда возьмем власть тогда узнаем что там было власть сахалина выплатит из резервного фонда области по одному миллиону рублей семьям погибших и по 200 тысяч рублей семьям спасенных моряков траулера дальний восток да вот видишь по одному миллиону милостинка а и в это же время прошла информация что люфтганза выплачивает на каждого погибшего там вот пассажира а 320 по если в переводе с евро на рубли 112 миллионов рублей на человека там по миллиону а здесь по 112 вот такая разница значит как в русской правде лучшие люди и меньшие люди да вот там лучшие люди живут они за них положено 112 миллионов платить а за меньших людей можно и по миллиончику и нормально милостинку скинули и вроде все должны быть довольны ну а представь если за тех которые воевали там в днр в лнр погибли скидывают там грубо говоря по трешнику и семья молчит чтобы не давил потому что подписывает документы что они разглашение и если разгласят то тогда значит у них деньги назад заберут и они за этой трешки молчат ну понятно что так и будет это ну и вот по поводу этого самого люфтганза тут продолжается расследование значит этим прокурором и пасмуре же там дают посмотрим тут вот фидель кастро впервые за 14 месяцев появился на публике это вот мне задали вопрос говорят с чем это связано ну во первых связано с тем что с венесуэлу приехал команда так скажем друзей и ему нужно было показаться раз конечно я уверен что с венесуэлой с венесуэльскими товарищами он разговаривал о проблемах соединенными штатами поскольку я так понимаю кастера решил свои проблемы это вот его последний выход значит совершенно очевидно средний выдох до последний выдох ну я к ним очень хорошо отношусь поэтому без иронии он наверняка все прекрасно понимает наверняка врачи четко ему сказали что вот до апреля мы тогда еще говорили с тобой что ему сказать почему ты гашь на 15 апреля все мероприятия с американцами его заверили что до 15 апреля они вот дотянут вот совершенно очевидно что это так до 15 апреля вероятнее всего они вот дотянут и все вопросы будут решены и я думаю что он пытается решить вопрос и связаны с венесуэлой чтобы американцы прекратили прессовать мадуро и наверняка провел переговоры с ним чтобы он не дергался потому что кто-то ведет себя конечно совершенно отчаянно а в настоящий момент это делать просто глупо это не надо делать тем более опору себе такую гнилую я тут для себя записал ремарку одну даже не знаю говорить нет я написал что кастер собрался на выход но это совершенно очевидно вот я написал если помрет к 9 мая путина вообще никто не приедет 9 мая у всех будет уважительная причина так и так не очень хотят на если кастера не дай бог конечно пусть поживет еще 9 мая вот повред но все поедут прощаться путину скажет а ари ведерчи и все будет забавная ситуация будут делать уикенд уберни путин подписал указа присвоение звания город воинской славы старой руси гатчине петрозаводску грозному и феодосии грозному как же без этого к 70 а вот вот мне интересно вот он город воинской славы значит там один одна сторона резала другую сторону и это называется воинской славой да или он к чему это приурочил нет кого победе к воинской славе к той победе конечно которая которая была в битву за кавказ битва за кавказ понимаешь и почему грозный в данном случае он там не сильно отличился ну вообще в грозные же фашисты не заходили насколько ну как бы все все были битвы на вот донбай там вот на этих перевода и иначе и насколько я понимаю было массовое предательство чеченских чеченского народа до условно говоря за что их и отселял собственно дедушка сталин и теперь грозный город это же воинская слава да даже было ну так я поэтому и сказал что имелось ввиду другая воинская слава видимо воинская слава кадыра его этим может быть не знаю я в данном случае ну а по остальным города петрозаводск и нужно было какие-то города а вот феодосию сдали ну все всем всем далее ну там в рядом с феодосией ты помнишь тот десант высаживался ну как он не знаю имеет отношение там ну если по аналогии с новороссийском с малой землей то может иметь ну конечно ситуация такая то есть городов героев какое-то количество есть потом вот появились вот эти города воинской славы и каждый год на отчет присваивать к девятому числу а их собственно так много то есть все уже оккупированную территорию все всем уже далее героев городов это воинской славы сейчас что дальше делать не знаю конечно может быть на этого надо остановиться куда продвигаться сейчас уже пошли города который в оперативном тылу находились в словакии вот инцидент произошел глава словацкого государства возложил возложил венки к монумент советской советским воинам освободитель на горе славин в центре словацкой столицы без сергей лаврова видимо не дождался да сергей лавров а он не опоздал случайно не не знаю как то он значит вот этот киска там возлагал венки и я посмотрел россии 24 1 канал очень сильно удивился опять вот трудности перевода там заявили что граждане которые там присутствовали они кричали этого президенту позор 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 и действительно показывают граждане при кричат позор позор и тут меня потрясло я думаю представь себе словаки в словакии словацкому президенту кричат внимание внимание зачем ну нафига ну по словацкий позор это внимание на знак на дорогах написано на дорожных знаках написано позор ну зачем им кричать ему внимание то есть это понятно что кто-то забашлял из тех вот про которых мы говорили которых и они кричали это для российского телевидения то есть те кто там за деньги это производила а зачем вы еще это выглядели дураками там ну да да те же все на них все внимание то чего вы чего орете да я даже для себя написал знаешь такую ремарку воспаленный мозг креативщика может придумать что угодно даже катапса но он не может ответить на самый простой человеческий вопрос например где у катапса жопа вот так и здесь лишь они могут придумать что кричат позор позор но они могут ответить на человеческий вопрос нафига им кричать внимание внимание володин же не знает славянского языка не но это я уверен что не володин там как не понятно да там от киселев как не но он бы мог проверить как ну да этих праздновать 9 мая нужно столице государства на которые напали они в столице агрессора сказал экс-посол сша хербст да ну сказал то же самое что нам вот прислал человек который я посоветовал порошенко взять советником видишь причем сказал гораздо позже этого человека поэтому ты еще раз говорит о том что надо порошенко взять этого человека советником эту дочки имеет конечно пройдите самую была бы хорошая точка для того чтобы собраться вот это анти путинской коалиции и многим вот этим которые боятся до раз было бы отмазка что да ну мы поехали вместе со всеми а также премьер-министр швеции стефен левин не поедет в россии на праздновать 70-летие победы нет но это совершенно очевидно но тут а тут не будут присутствовать и члены его править конечно же серия соль то есть вслед за норвегии был заявлено что и здесь со всеми чадами и домочадцами остаемся дома и это очень важно потому что во многих государствах произошел раскол как в чехии там президент хочет остальные не хотят и так далее а здесь никакого раскола здесь демонстрация полного единства и этого единства добился путин своими самолетами пуганием шведов зачем мы своим провокациями связанными якобы с подводными лодками кто-то по 610 там позвонился вот с территории швеции шведы на ушах а в результате вот он получил то есть он специально хотела получить он желал от получить он получил а вот президент чехии милаш зимон цепной президент путин отказался от встреч с послом сша забоялся наверное услышать да урал сказал что не желает видеть в своем замке посла с сша там тот и он чё да этот князь или милаш зима но в ельцин и играет нашу понять алкоголик играет в ельцин и вот лавров пишет говорит зима он просто человек у которого есть собственное достоинство и собственная гордость не все такие и к сожалению как как это кто говорит человек без достоинства без гордости оценивать достойно другого маленькая но очень гордая птичка сказала я полечу прямо на солнце помнишь как нам к за да 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 ну зима очевидно себя спутал с карлом четвертом помнишь да вот как бы был замечательный карл 4 в честь которого и карлов мост в праге в честь которого университет который собственно он и заложил это император великой римской империи карл 4 зима он не император великой римской империи причем нужно понимать что президент это номинальная фигура в чехии то есть что у него есть представительские функции но там на международной арене подписывает без доверенности документы какие-то но ради бога подписывать и в случае войны он главнокомандующим является все пример министр там роли ну да так как бы тема более парламентская нам огромная огромный полномочий являют имеются у парламента вот странная ситуация конечно в тринадцатом году происходят выборы побеждает зима то есть побеждать правые провалились казалось бы там вот правых разнесли в пух и прах он 55 процентов получил такой молодец там все а что он получил он от хрен уж получил то есть вот этот пост который не решает ничего на этом посту как клоун нарисовался и пьяный из путиным и все такое прочее то есть следующие выборы в парламент они однозначно будут за правами то есть там где делят деньги там где решают вопросы там придут к власти либерал опять очередной раз а этот ну как как у меня такое ощущение что его специально продвинулись когда ладно пусть он победит потому что за него голосовали деревне то есть прага за нее не голосовала за нее ни один большой город не проголосовал ну ради бога пусть победит пусть они насладятся вот этими левыми так наверное рассуждали либералы и правой и сейчас всячески его провоцируют и это это объяснять что его никто не трогать то обрати внимание ну вышли какие-то покричали с плакатами но никто в парламенте не говорит о том чтобы импичмента воду пусть развлекается он он ничего не решает но зато он так сказать левого движения отвращает основную массу чехов чехов а если нет лево его выбирали наверное как и у нас и пенсионеры там когда конечно и деревня основной это деревне может брала из-за фамилии выбрали мы же не знаем как относится к землю но может также как корчагина у нас дал условно говоря или гагарину ну понимаешь да может быть эта фамилия тоже сыграла свою роль для коммунистического там тоже или те видишь весь мир показывать что везде есть свои ватники вот свои ватники в чехии выбрали зима на теперь он там кулу надо устраивать ночью еще должен делать ватный президент устраивать кулу над французский сайт медиапарт опубликовал информацию о том что кремль финансировал ультраправый национальный фронт франции за его лояльную позицию относительно аннексии крыма россии ну что тоже это это вот они как они сами додумались хочет спросить или подсказал кто ну а за что же их финансировали за красивые глаза же понятно да то есть такие вот но согласись достаточно дешевые политики за такую копеечку смешную так что интересно приедет на 9 мая там но они дешевые они дешевые в смысле в том что они мало чего решают там поэтому и дешевый поэтому когда помощь я с мироновым разговаривал сказал что там вот ли п надо пригласить куда-то я очень напрягся я промолчал ну потому что я как бы вот эти вещи спинным мозгом чувствую то я те кто дружит с пусть но это всегда жулики и воры или дураки но я далеко от мысли что она дура не на дураков сразу проведение наказывает как ну да 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 дураков на как жулики все остаются путин подарил девочки из копейской щенка хаски вот ли пэн бабки подарил кому-то еще что-то в общем все а девочки из копейска она написала там письмишко и он отправил ей щенка ну такую знаешь вот милостинку тоже такой надо для пиара делать я сразу вспомнил андрея ломова до который как пришел работал помощником у меня в доме приходит гитнесу странный приснился и я это помню ланду отписал тогда я ему написал моему помощнику андрея николаевич ломов приснился сон в котором он видел картину первый президент российской федерации борис николаевич ельцин в зале большого кремца кремлевского дворца вручает девочки школьницы из ярославля валенок и там уважаемый александр соломонович полная херня часто бывает обличена в торжественную государственную форму но от этого она не перестает быть полный херню так и здесь так вот такой вот милость государь всемилости виши да все милости виши не имел силой государю все милости виши а вот ну девочки он послал щенка а вот он этому не подумал послать своему герою который сейчас в украине воюет пару щенков тройку ну вот этому как его медленными милославский забыл этот фамилию который голова ты отрезал а теперь герой да 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 мельчиков кальчику да и можно тренироваться он сейчас на людях тренируется чем она да уже натренировался логично польша строит вышки на границе с калининградом да вот увидишь что тут логично где-то попа не дошла на когда народ от голода повалит через границу как иране государственная граница мне больно повалишь ты же понимаешь а это автография была балтийской косы территории 10 бывшие 10 пограничная застав 23 погранотряд позывной киприда да вот и там сетка с польской раньше с нашей страны там с 100 скала там всякие ухищрения были пока пограничники польские ты знаешь я служил на этой границе я их никогда в жизни не видел зачем до границы хозан кирам навороченные пограничники с собакой вот как мы ходили у них там решетки там все закрыто представьте теперь они еще делают вышки причем от балтийская коса на нее еще надо попасть ты же на нее пешком уж не придешь на нее надо еще как попасть на эту косу а уже с нее вот только в польшу представляешь и там такие ставят они эти преграды значит эту тему очень серьезно там рассматривается тема прорыва через границу больших групп ну понятно что если вот за прошлый год да там завернули поляки 50000 только одних чеченцев завернули в обратную сторону представляешь какая масса вообще валит туда и вот вооруженные силы в латвии сообщает что сегодня были подняты патрули на перехват российского су-24 который был замечен на небе над балтийским морем ну да ну латыши чё-то кадра прям бьет из-за этих самолетов как литва не так реагирует спокойнее 100 не вообще на это не реагирует а вот латыши очень сильно боятся там где боятся обязательно кончается плохо то есть может быть спровоцировано что-то очень очень серьезно но я понимаю там они считают что у них более десятка раз то есть 150 раз самолеты мимо летали больше десятка раз пролетели через их территорию но самое главное что это самолеты те вот илы 20 до 20 22 то есть совершенно старые дрова которые как будто туда пуляют для того чтобы просто за сандалили ну не жалко да и что потом можно было чет предъявлять поскольку самолет не вооруженный безусловно тут конечно су-24 вооруженный самолеты бомбардировщик фронтовой а вот times пишет что не стоит пугаться ядерных угроз путина поскольку запад не планирует помогать украине силой вернуть крым и поэтому угрозы москвы преследуют другие цели ну они конечно правильно рассматривают вопрос в том плане что что и не из-за какого крыму не произойдет ядерные войны но они не не право в том что она вообще не произойдет а может произойти из-за путина не они объективно пытаются рассмотреть взвешивая здесь не надо взвешивать когда это все в одной голове поэтому я с ним поспорил бывший госсекретарь сша джеймс бейкер рассказал в эфире сена на том что нужно найти способ как позволить россии вступить в нато вступить в нато нету как его совсем так говорил он говорил что обычно трудности беру что он говорил что вот когда советский союз распался нужно было втаскивать россию в нато и все было бы нормально и он абсолютно прав в данном случае я с бейкером совершенно согласен но вопрос у меня возникает опять же к тому же бейкер а чушь вы этого не сделают и тогда госсекретарем был а твой друг джордж буш стаж старший был президентом чё вы вот часто о чем говорить сейчас чего говорить даже не могут поэтому конечно все паровоз ушел и так сейчас еще хотел искать в общем да в общем-то достаточно прокомментировано сейчас самый главный главная проблема они вот не знают как разобраться с тему как вот этот городе их узел и разрубить и у они ставят на либералов у россия либерал ничего не сделают среди либералов нет бойцов а у больцов которые могут разобраться с путиным нет денег а ты покажи пальцем либералов я вот знаешь я вот слушаю всех либералов да ну как и националистов разных да ни один либерал кого мы считаем либералом не говорит что он либерал наоборот играть я не либерал не белковский не полетковский не этот самый не латынина вообще все говорят я не либерал я русский националист они все говорят я я уже давно не слышал это зло похоже либералом себя продолжает называть только жириновский нету наехи москвы вообще либералов нет может звонит за еще так иногда скажем про либеральные ценности все остальные все русские националисты причем нету либералов больше все они кончились белковский ходорковский этот как его шиндерович и вот и же с ними все сказали когда-нибудь я не знаю я русский национальности не знаю кто есть либерал поэтому как бы они себя не называли я почему говорю я я же не по форме говорю по содержанию по содержанию так те люди которые реальными являются бойцами они не имеют средств а те у кого есть средства они не бойцы тоже говоришь и кивок я знаю что ты хочешь сказать не надо финансировать евреи финансируйте русский да 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 потому что они уже русские националисты все да потому что да правильно ты сказал все правильно абсолютно верно сказал министерство обороны сша провело испытание самые крупные в своем арсенале противобункерной авиабомбы да тут заявлено было министерством обороны сша то есть пентагоном что проводили эти значит испытания в связи с ираном какое отношение ран где во-первых уране бункер и начнем с этого во вторых с ирана вроде все в порядке уже поэтому наверное все таки для других целей они а то чего не было против бункерных бомб она мечетами ядерная бомба в этом вся соль ну были же они какие-то ну 61 ядерная бомба у них а это не ядер у них против бункерной ракета это она бомбу она у них была ну как бы они и пытаются модернизировать я так понимаю потому что нафига ту же самую бомбу сбрасывать конечно что то они с ней сделали какие-то модернизацию какую провели не медведевскую ну я думаю провели конечно провели но и из-за за то что все-таки немножко заработать я думаю не только но не без этого как стычу но только наши покрасит и продадут в три дорогородному государству то же самое да вернее то не не свое даже а вот то что коммунисты сделал же сталин сделал до отец хоть делают ну естественно дорого конечно заместитель командующего войсками воздушно-космической обороны генерал-майор кирилл макаров рассказал в эфире rsn что министерство обороны россии провело испытание дальние ракеты для зенитно-ракетной системы с 400 ну вот у нас да причем они извини перебил они как говорят про с 400 замечательные испытания ту же про с 500 что вот у нас разработка уже все вот завершена там с 600 на 6 6 я к тому что впрямь сейчас очень болезненно некоторые страны мира особенно малайзия особенно нидерланды которые потеряли там огромное количество людей в том боинге сбитым да буком сбитым они англия тоже потеряла люди австралия то есть там потеряли нидерланды потом малайзия австралии потом англии там 10 человек англии да ну все равно достаточно и они очень болезненно относятся ко всяким заявлением связанным с зенитно-ракетными комплексами россии да и тут вот они специально это еще такой вброс а вот не только у нас у нас вон че еще мы далеко сможем боинге ваши стрелять так что гиги то есть мы провели вы испытание провели еще кого-то интересует ты обрати внимание они нарочно все это тиражирует как можно больше и чтобы об этом знали все и нервничали я подумал как для западников звучит бук ведь для нас бук это дерево да ну потому что ополь бук понятно эта линейка а для них ты звучит как книга ну да книга да конечно я чуть даже я вдруг сейчас подумал что как и для них это звучит дмитрий рогозин то обещал наказать обидчиков строительных космодроме восточный рогозин мощь корки восточный там деньги не платили люди голодовку устроили рогозин приехал всех пообещал наказать барин к нам приехал приедет барин нас рассудит и вот и короче все из голодовки вышли стали работать деньги начали платье на это же этот нонсенс да не забастовка заметьте люди у нас голодовку объявляют они забастовку парадоксально что это единственный космодром который строит до единственный объект и там даже деньги не платят а вот в волде рабочие вышли тоже у них закрыли завод вернее завод не закрыли а уволили больше 50 процентов и они вышли на мероприятие вот такое вяжут их такое мероприятие ну забастовка они объявили забастовку вышли на митинг их тут всех повязали и вот я тут хотел бы сказать относительно каспару который говорил что начнется все с москвы не с москвы начнется вот с таких волок начнется безусловно начнется как в новочеркасске он же даже советский период в новочеркасске народ поднялся потому что жрать был нечего их постреляли но сейчас я думаю воздерживаться от пострелушек а есть не воздержит только сразу как помощь это же вы проходили каспару бы стоило вспомнить румынию началось же с темишуаре та же самая ситуация была людям ничего не платили они вышли начали бастовать жрать нечего по ним начали пулять они начали воевать все вот так же будет и здесь абсолютно точно но если мы не сделаем раньше без этого заместитель главы районного сибирской области задержан за взятку в 53 миллиона рублей до куджин деньги берут замглавы района это какая-то хрень да нет он подписал сам сбегу ситуация какая сейчас делается везде всю тут представь менты и их агентура который занимается бизнесом как правило родственники это симбиоз они зарабатывают бабки вот они здесь данном случае 200 гектар получили как они получили менты говорят своему там родственнику агенту слушать пролет сама надо бизнес какой-то будет но я пойду подпишу на 200 гектар надо до 53 миллиона денег нет вопросов пишут там заявочку им дают на взятку 53 миллиона они бы 500 получили какие проблемы там все документы оформляют на этого агента не приносят деньги берут дяденьку рисуете палку документа форме на 200 гектаров по его на халяву совершенно еще они ордена медали получать час от повсеместно идет ты думаешь как они ловят взять взяточников ну или место нужно освободить ну как правило сразу же всех зайцев убивать место освобождают палку рисует да еще своему родственнику 200 гектаров земли на халяву вообще к министр иностранных дел стран нормандской четверки обсудит возможность развещения миротворцев на украине заявил петр порошенко ну да то о чем мы говорили рано или поздно это должно случиться чем быстрее случится тем лучше пресс-секретарь президента дмитрий писков восказал скомментировать рассказ источников журнала forms а будто бы состоявшимся разговоре владимира путина и петра порошенко во время которого караинский лидер предложил москве забрать донбасс это путин сначала начал галлохин собрал своих этих предпринимателей когда пришел путин натрепался я думаю вообще бред поднял какой-то из этих предпринимателей слил информацию она появилась в сми в результате конечно все испугались но я так понимаю что украинские сми сразу же это опроверглись когда срод такого не говорил говорил наоборот убирайте из донбасса и все понятно что путин пришел ему надо был что-то там крутого да крутого дать такой тайна он тайна с ними вы тут типа деньги зарабатывать а мы тут на ради ради россии там тайна приговора видео ну вот такие представил свою версию разговор но да там заявили что убирайтесь из донбасса был заявлено убирайте забирайте да как там был заявлен я не знаю это пофигу мороз важно что вокруг этого вот так вот такой движняк поэтому я говорю что что необходимо будущему обществу необходимо чтобы ни один такой разговор не проходил тайна что все было абсолютно явно вот включил и сам послушал с какой стати какая-то сволочь от нашего имени тайна действует почему убирайтесь забирайте дать мне напомнил сегодня это слушал американского журналиста там интервью да но он так плоховато но смысле он очень хорошо говорит по-русски но все-таки акценты есть и вот что-то показалось он говорит там сказала ему присылать такой гневный ну и смс говорит почему сказали что русские русские рожи не должны быть на донбассе очень хорошо смотри тимаш тимошенко хочет создать комиссию по расследованию повышения тарифов на газ для населения да тут девушка одна написала у себя в живом журнале я специально скопировал 2009 год тимошенко подписал договор по газу цене 450 долларов цена для населения 48 копеек закуп 10 год янукович подписал по 350 долларов цела для населения 72 копейки закуп 15 год при падении цен на нефть цена значит 250 долларов на газ цена закуп для населения выросла в 6 раз с чем связано совершенно непонятно поэтому конечно ну тимошенко не обманешь она все прекрасно знает куда куда идут деньги зачем да вот закарпатье народ решил кинуть газовиков и начал активно отключаться от газа сейчас там стимулирует установку электрических котлов в общем я думаю что это правильно при цене когда газ выше или электричество ну зачем он нужен с электричеством гораздо проще все же делал в цене газ используется только потому что дешевый а если он не дешевый то нафиг не нужен украинский парламент принимает законы о декоммунизации упраины до говорят что до 9 числа мая месяца значит будут приняты эти законы и возможно будет запрещена коммунистическая партия и так далее в общем конечно хотят ровно наступать за убить двух зайцев то есть говорят о том что но либерал убивать двух зайцев порошенко говорит о том что нужно приравнять коммунистическую идеологию к нацистской соответственно и пронацистскую идеологию то есть если на приравнять то и тех и других в результате он имеет возможность как бы определять кто коммунист а кто нацист как как тот как тот герин говорил здесь я решаю кто еврея кто не еврей там порошенко будет решать кто коммунист а кто нацист и все и то есть либералы сразу же сбрасывают с двух концов такие велиги которые мешают очень очень интересно но от россии завели что запрет коммунизма в украине противоречит международному праву вообще коммунизм мне кажется противоречит любому международному праву если ну в изначально брать да потому что ваше международное право базируется на праве частной собственности прежде всего много в основе марксистка в этом в основе марксизма как ленин говорил 33 слова уничтожение частной собственности поэтому да ты прав и вот тут валер рашкин заявил о том что поедет на митинг 1 мая так далее и киев да в киев имеется ввиду что поддержать коммунистическую партию украины и заявили сми что вероятнее всего поедет дюга вот мне кажется что вероятнее все зюганов не поедет того что там можно дюлей получить и не по-детски и поэтому конечно поедет валера и кто подсказал валерий этот ход тот очень умный человек потому что же ты понимаешь что это восхождение на коммунистический международный олимп в статусе преемника зюганова вот если картина будет такая а я прогнозирую что она будет зюганов туда не едет едет рашкин и эгегей вперед все вопрос все решили он появился да он он на международном коммунистическом олимпе то есть если бы такую картину и и мне было реально ее нужно было бы придумать и вот тут действие в володина мне кажется будет наставить чтобы зюганов ездил ехал потому что рашкин ненавидит вот посмотрим сейчас продвинет он это или нет сможет он заставить поехать юганова видимо кто писать в рашкин осмотрел фильм рафферти да конечно да безусловно это очень очень похожая ситуация следственный комитет намерен привлечь да 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 вот я ты про это давай следственный комитет намерен привлечь депутата госдумы дениса вороненкова или воронен броня вороненку который к прф мали маленький такой вор мали которая к прф и который женился на максакова да мы недавно его поздравили поздравили говорил что там старое дело которое зависло похоже нас слушают определенно мы знаем что нас слушает потому что я понимаю так определенный человек нас послушал искал нифигасе а чуть он не в тюрьме то а а вот таким счастьем позвонил сказал ты слышь там у тебя какой-то это вот вороненков он там дело же на него да когда а чё же вы его подвесили с 12 года ничего никакой движухи нет там бабла немерено хоть он ни разу не работал в коммерческой структуре на я почитал про него да ты знаешь что да про него вспомнили вот парадокс информационного мира вот не женился бы на максаку женился бы он втихаря никто про меня не вспомнила ничего бы не было тут сразу вспомнили сразу маляву давайте лишать его полномочий потащили его в тюрьму особенность боги зависели да конечно я ценюк заявил об отсутствии перспектив расследования коррупции в правительстве украины тут я с ним не согласен перспективы да так это он заявил то не просто конечно же он не хочет видимо чтобы расследование проходил безусловно он не хочет чтобы расследование проходила я думаю что вот он говорит о том что реформа движется очень быстро экономические вполне это допускаю что быстро хотят тоже сомневаюсь с точки зрения тех кто дает кредиты да там включение каких-то 6 цент за газ и так далее а вот политические реформы вообще не двигаются все люстрации все остальное на чем пришел я ценюк к власти я понимаю так что там были националисты которым он как в том фильме как на самом деле это не было но фильме ленин восемнадцатом году там пока когда александр федорович на сцену вышел керенский товарищи вы меня знаете свой вы мне доверяйте и все и нормально так и здесь я ценюк собственно таким же образом стал премьером там вы меня знаете вы мне доверяйте благодаря так сказать продвижению националистов они ему помогли продвинуться но я так понимаю что киданул их немножко и это было совершенно предсказуемо очевидно и сейчас у порошенко есть хороший повод и момент избавиться от попутчик если я был на месте порошенко я бы конечно дернул бы так его за вытяжной концу и ценюха чтобы раскрылся парашюта его естественной тягой вытащила но там они создали следственной комиссии при парламенте да а он говорит что надо в суде я это все фигня но по моему парламентской комиссии мне сарла миска самый высший во всем мире имеет право потом она может передать это в суд все дела которые может передать следствию и так далее это уже там нужно смотреть что они как накопают в каком в каком объеме конечно из того законодательства которые есть на украине далее следствие будет переданы если там будет обнаружено что есть состав преступления парламентской комиссии вполне может рассматривать эти вопросы и вот такой вопрос ставит сми кто и зачем начал войну в йемене не нет и не про то мы про украину говорим это белецкий раскритиковал кадровую политику вооруженных сил украины вот командир ажова и тут вот очень интересно и они совпали ярош рассказал что дурацких приказов о разоружении значит не будет никто отдавать и в то же время ярош то есть разоружение имеется ввиду добровольческого украинского корпуса и в то же время ярош стал советником главкома вооруженных сил украины то есть помнишь он заявлял о том что надо генеральный штаб распустить там этим поставить и так далее но с ним поговорили и он согласился стать советником главкома я считаю что это абсолютно слабый ход ярошу вот как публичный политику хорош вопросов нет а вот в калуарах достаточно слаб то есть он конечно слился очень сильно он зря это сделал потому что потом будет громадный минус вот тут южный федеральный округ в россии средства массовой информации написал ярош присягнул на верность другому олигарху так это и рассматривается как присяга другому олигарху но националисты всегда слабые политики если только они настоящие националисты так парадоксальная ситуация что нужно было делать но на эту должность надо было своего человека поставить зачем же самому был ставить становиться то есть они сказали зачем это должно для контроля они ему объяснили но выглядит это по-другому выглядит по-другому что он продался для контроля ради бога вот у меня есть там мить кого нет у меня есть советник да когда у которого еще мощный да вот мы его поставим тебе замом мы его пока чем не советником а замом вот так нужно был вода если был бы володин он бы сделан еще круче они только уже тот был бы его среди да да конечно так так оно и есть то есть володин сделал что вот этот числился бы помимо руководителя вооруженных сил украины еще и советником яроша одновременно а почему националист как наверно как у хармса да ну хорошие люди никогда не могут поставить себя на правильную ногу да 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 это точно абсолютно верно милиция лнр заявила что лишь нихера я уж не присягал будет весь штаб нагибать это уже не имеет значения кто кого будет нагибать важно форма уж понимаете а с другой стороны это для них же важна форма для бюрократов нет тут тоже она очень важно что значит советник какие полномочия есть у советник никакой полномочий но я и ответственности по сути дела никакой ну что ж но я не думаю что я говорю мне кажется это очень слабый ход вот на мой взгляд и вообще надо ответственности никакой но ты тем не менее берешь всю ответственность том числе и на себя потому что народ но он же там работает он же тоже в этом принимают участие понимаешь когда ты не принимаешь никаких решений но принимаешь участие и делишь ответственность по крайней мере не по формальному объективу по объективным какому-то признаку но не знаю я бы на это не пошел никогда уже полтора часа может вопроса или что тут срочно да тут полно у нас новостей могут 20 минут потеряли зря совершенно как это зря наш спонсора письма здесь понятно нет точно не зря я я прошу прощения перед спонсором конечно нет конечно не зря конечно мы вас ценим и люди тут вот важная очень тему вот в милиции лнр украинские силовики подорвались на своем же фугасе понимаешь то есть вот там взорвалась машина в счастье в этом но те говорят что их расстреляли эти вода вот они милиция говорит что они на своем же фугасе ну как-то унтера офицерская вдова вот представляешь сами расстреляли майдан сами взорвали в одессе сами расстреляли в волновахе вот теперь здесь сами взорвались удивительные ребята эти с днр с лнр они почему-то все время когда что-то случается с украинской стороной это они сами сделали на вот это на определенные мысли хотя мы же говорили еще год назад помнишь я сказал прям себе даже пометил на войне нет невиновных но есть степень вины каждого действительно виноваты конечно это и другая сторона но степень вины есть у каждого тот кто поставил фугас конечно больше виноват чем те которые ехали на нем подорвались крымско-татарские каналы в первое апреле прекратили свое существование да ну давай завтра наверное об этом поговорим тут сейчас я тогда свежие каких новостей посмотрим что есть у нас чтобы там сказать тут и гилл и гилл нет тут там не только и гилл сейчас ладно давай отвечать на вопрос тогда вопрос аятсков заявил что преемником путина станет володину аятсков прекрасно знаете он это действительно заявил аятсков прекрасно знает володину поэтому это для нас вообще вот для аятскова для мальцева там для многих других кого не будут фамилии называть абсолютно очевидно почему это не очевидно для всех остальных я не знаю это совершенно очевидно тут пишет вот добрый вечер вячеслав помогите разобраться если парню 17 лет исполнилось в марте кто могут ли его заставить писать бумагу о невыезде то есть бумагу из военкомата и так далее то есть я так понимаю там возник уже вопрос такой я напоминаю что статья 27 конституция российской федерации есть которые разрешают человеку выезжать за границу без всяких проблем все остальное что происходит это в нарушении но если это не в связи с уголовно процессуальным кодексом когда мер пресечения подписка о невыезде да ну или подстрадали вот я записал никто не вправе требует не предусмотрен законом обязательств особенно если ничего не представляет взамен то есть есть обязательства которые не предусмотрены законом но это в рамках гражданского права когда равноправие то есть я я готов петь тогда ты пляши но если не пляж я не буду петь то есть когда равноправие сторон принцип равноправие когда иди подписываю бумажку что ты будешь вот чем вот чем и не будешь вот чего я тем замен ничего да пошли вы на граждане с какой стать такие вот дела я молодой кинорежиссер посоветуйте новый метод или сюжет сразу же вспоминается михаил светлов да когда вы спросили новый сюжет то он скажет посоветуйте сюжет юноша влюбляется уезжает там возвращается девушка полюбила другого менее достойного ну это же банально это же интересно как знать ассан сергеевич грибоедов горе от ума получилось для вот так и так и здесь на самом деле если есть талант то необязательно что-то сверхъестественное можно реализоваться вполне банальным как говорится но вот я для себя по крайней мере и могу подсказать если действительно человек хочет что-то новое снимать компьютерное кино еще никто не снимает компьютерное кино особенно это хорошо для фэнтези представляете если бы что значит компьютерное кино а чем отличается от телевизионного на будет отличаться ну и есть основная тема там вот главный герой какие туда-сюда как как в ходилке в какой-то то есть рассвет с кем-то пересекается ты можешь грубо говоря щелкнуть мышкой и уйти совсем в другую сторону на того героя с кем он пересекся ты о нем узнаешь что было до этого с ним что что после этого и так далее это будут компьютерные сериалы где вот главная линия весь там допустим фильм два часа но внутри него то будет и 200 2000 и 20000 часов вот этих вот которые прилеплены да то есть какие-то параллели то ворона пролетела откуда она пролетела и что случилось это будет смешение стилей безусловно там он идет а там пролетел по ним а это если кликнуть узнать что это инопланетяне пролетели там ракета пролетела какая-то баллистическая куда-то она шарахнул это могут быть совершенно разные стили это могут быть ужаски фантастика фэнтези трагедии комедии все в одном то есть тот кто первый это сделает обречен на успех безусловно но надо сделать талантливо так что вот вот вам совет если я была режиссером я сейчас сделал как раз компьютерный кино который никто не делает и все вы обречены вы станете этим как его в районе с потюмкин сенштейн и зеленштейном конечно это будет вот коляска которая поэтому едет лишь человек не хочет найти зенштейна может его и иванов устраивает ну я не про это конечно так так нет но если без члена вредительства вот тут блокировки мы в интернете с нижнего напишет командует володина вы говорите он им не пользуется ими наверное да нет для славы нет мелочей вы что интернет от очень серьезная вещь конечно он всем пользуется конечно он и из тех людей которые считают что власть может подчинить себе все уж тем более какой-то интернет володин сто процентов уверен что может подчинить себе и власти интернет поэтому что он этим пользуется я даже и не сомневаюсь я навряд ли такой говорил от кстати журналисты этому американскому задали вопрос по поводу тролли и там это и он засмеялся витачок глупо ну ну как же это пропаганда и все мы да нет роль же видно что он тролль то есть они не понимают что они думают что как как с телевизором воздействие такое же что человек написал и ему поверили но тот кто читает в чатах он же понимает тролли не тролли мы же отличаем тролли от нет роли да и все это различают легко и и американцы не тупые они различают и европейцы не тупые они говорят это просто бездарная трата денег вот он сказал и все мне кажется пишут мальцев а масяне этому же проекту 10 лет я так понял масяне это какой-то мультик был я его никогда не смотрел а там разве так там каракал как как я сказал как-то метод по сериал какой-то был ну а тогда получились компьютерное кино компьютерное кино и не это то что я говорил такой есть я не нет он подумал что смысле на компьютере нарисовано да нет на компьютере нарисован это понятно нет имелось ввиду кино крест вот слова говорил не об этом он он подумал что компьютерного квест квест игрок весну когда ты вот туда нажал зашел туда на жену вот как ну да да я проходишь и что как компьютер как компьютерная игра только фильм вот ну как ты сказал вот я тебя я забаковал ну как бы мысли такие пришли у меня еще на году в 2006 может даже еще раньше но чет пока никто не реализовал я не знаю почему пишешь совершенно элементарно что надо это сделать вопрос есть придет к власти сделайте володя президентом сибирской лесопилки пусть там проводят свои политические игры как бы еще хватит там уже президентства в трибунал решит по ним по всем вопрос мне кажется его любимое это самое времяпрепровождение быть рабом на галерах да вот он же так мальцев а вы хотите восстановить совок конечно нет во первых каждому времени соответствует самая форма понимаете как можно взять старую форму как как быть в старые мехи наливать молодое вино ночь безумие это только дураку может прийти в голову нет конечно нужны новые формы форма должна быть народовластия безусловно конечно прямой прямой демократии непредставительной демократии которые непонятно кто и непонятно кого представляет а прямая демократия сейчас возможности чисто технические для этого все есть так почему же этого не делать на западе это не делают понятно почему если в соединенных штатах избирают выборщиков которые избирают президента о чем говорить ради бога это их путь но мы же не можем этим путем идти нафиг нам какие-то выборщики ничего сами никого-то не можем избрать а лучше а зачем нам кого-то избирать когда мы сами можем управлять на фига сейчас все идет семимильными шагами развития и политика в данном случае она отстает почему отстает потому что государство вы видите пытается задушить контролировать интернет также все технологии пытаются контролировать почему потому что это страх государства перед новыми технологиями которые раскрывают возможности человека дают человеку быть свободными это страх перед свободой что такое высшая власть как синека говорит власть над собой а что такое власть над собой свобода что-то вот как объяснить свободу это власть над собой конечно и высшая власть это тоже власть над собой начну сживать это свобода это абсолютно очевидно для любого даже не надо быть философом и это очевидно для государства как некой формы как никого и григора как некой информы информы мощный такой который давлей для нет совершенно очевидно поэтому она с этим борется и будет продолжать бороться и борьба будет не на жизнь а нас миг мы еще увидим как в соединенных штатах будут пытаться за что-то запретить в интернете талить да не получил не раньше еще пытаться не будут подвижки подвижки будут да так почисть чат от тролли устроить и геноцид тролли хорошие назвали такой спасибо 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 до свидания